Добрый вечер! Продолжаем наше занятие по книге Ховата Левовод «Обязанности сердца». У нас идет 97 занятие. Мы находимся с вами в «Вратах Пятых», глава пятая. Первая тема – посвящение наших дел. Так называется она. В общем, смысл. Человек в служении своему должен его посвящать Всевышнему, а не какому-то другому интересу, который может у него пробудиться. Пятая глава посвящена центральному вопросу. Жизни человека, центральному вопросу вокруг этого все вертится. Его борьбы с его дурным побуждением. Вся жизнь вокруг этого тем или иным образом проходит в борьбе с ним. Мы разобрали до этого последовательно, как дурное побуждение, дурное начало человека может привести его в заблуждение, соблазнить в области мировоззрения его, веры. Но это для людей более простых, для людей более развитых, для знатоков Торы, для мудрецов. Испытания еще выше. Разбирали в прошлый раз. Большую опасность, очень большую опасность этого интеллектуального испытания. То есть, когда человек полагается на свой ум, он умный, известно, что полагаться. Сегодня мы перейдем к, в принципе, той части, с которой мы начали, которая объяснит, где тут может быть проблема. Это очень-очень центральная часть, которая касается каждого из нас. Говорит так, Рабей Нубахи. А теперь приступим к объяснению примеров, относящихся к второй части идеи доводов, приводимых дурным побуждением. Сейчас поймем, о чем речь идет. И это позволит нам понять прочие возможности, возможные вещи подобного рода. И человек будет остерегаться всего этого с Божьей помощью, благодаря обретенному знанию. То есть, он хочет нас посвятить. Еще в очередные западни, которые дурное побуждение, он нас туда может затянуть. Естественно, что если мы будем заранее это знать, будем готовы к этому, то будет больше шансов, что мы туда не попадем. Ведь в мире нет блага, у которого не было бы врагов, вредящих ему. Слышите? Эту фразу надо ее отдельно сделать, вывести в качестве заголовка, не знаю, транспаранта. Слышите, Сёдин? Ведь в мире нет блага, у которого не было бы врагов, вредящих ему. Слышите еще раз. Надо переварить эту мысль. Нет блага, у которого не было бы врагов, вредящих ему. Если есть что-то в мире хорошее, значит, точно есть и что-то противоположное, что может этому вредить. Так устроен мир. Значит, у этого дурного побуждения цель его, она очень проста, на первый взгляд. Так как эта возможность существует уже в мире, то всего лишь навсего ему нужно перенаправить желание человека из того, что определено, как добро, на то, что определено, как его отсутствие. С блага на зло, с добра на зло. Ведь в мире нет блага, у которого не было врагов, вредящих ему. И человек, который познакомился с вещами, наносящими ущерб его делам, сумеет устеречься. А надо кто-кто знаком лишь с благом, не сможет избежать ущерба из-за множества упомянутых источников вреда. То есть, что он хочет нам сказать? Он сказал о том, что можно жить, что-то по-простому, закрыть глаза и сказать, что все хорошо. Видите, нам даже сама Тора говорит, что все к добру, все хорошо, ничего плохого от Творца не может изойти. Каждый человек может жить так. Но, по-видимому, мир устроен гораздо сложнее. Тот так живет. Он закрывает глаза на его возможность предстать перед испытаниями жизни. А они непростые, они не обязательно же будет все хорошо. Может быть, и будет плохо. Иди, знаешь, чем может столкнуться. Нельзя закрывать на глаза. Предлагает нам Рабейну Бахия. Наоборот, открой глаза. Посмотри, в мире есть как добро, так и зло. Как он говорит, у всякого блага обязательно должен быть какой-то враг, который вредит ему. Можно смотреть в одну сторону реальности, но ты хочешь жить настоящей жизнью, посмотри в другую, познай это. Для чего? Каждый понимает о том, что умные учатся на ошибках других. Заранее знать. Кто не умный, хочет учиться на своих ошибках. Заранее надо, заранее знать, чего остерегаться. Видите, нет блага, у которого бы не было врагов. Значит, я должен знать, чего должен остерегаться. Потому что, если я даже еще не понял, еще не разобрался, но уже я знаю общий принцип о том, что если есть какое-то благо, точно, есть какой-то враг, что-то есть, что может это благо перевернуть на что-то обратное. Один благочестивый человек, бывало, наставлял своих учеников. Сначала изучайте зло, чтобы отдалиться от него. А после этого изучайте добро и делайте его, как сказано в Писании. То есть, сначала надо, оказывается, как тут сказано, изучить зло. А для чего надо знать зло? Может быть, мы никогда о нем не слышали, может быть, оно к нам на первый взгляд не относится. И тем не менее, необходимо его знать. Для чего? Чтобы знать, как от него отстраниться, знать, чтобы туда не попасть. Чтобы не быть простым, как по-русски, просточком. Чтобы не соблазниться каким-то простым этим ходом, который может нас привести в эту западню. Мы знаем, что наши мудрецы, которые практически не сталкивались с этим злом, они знали о всех сторонах этого зла. Почему? И руководствуют этим правилом, что его надо знать. Видите, как раз и об этом и речь тут идет. Сказал Рабь Йоханан Бензака и по поводу обмана посредством неверных мер и бесов. Горе мне, если расскажу о всяких приемах мошенников. Но также горе мне, если я не расскажу. Если расскажу, быть может, научу моими словами обманщиков обманывать еще больше. Если не расскажу, быть может, скажут обманщики, а мудрецы Тора не знают наших приемов. Ибо, если мы бы знали, тоже занимались бы обманом. Так, это в трактате Баба Батра. Интересная история. Кажется, эта история у есть продолжение. Далее спрашивают там. Так, рассказал он в конце концов или не рассказал, спросили ученики. Что же произошло в конечном итоге? Ну, хорошо. Большой мудрец сомневался рассказывать, не рассказывать, говорить по поводу всех этих возможностей обмана, мошенничества. Да или нет. В эту сторону, в ту сторону. Рассказал он и рассказал. Ответ. Рассказал. Да, рассказал. Ну, откуда он вывел, что можно все-таки... Ведь есть что две стороны. Почему он все-таки решил, что рассказывать необходимо? Из следующего стиха. Ибо прямые пути Всевышнего, праведники пройдут по ним, а грешники споткнутся от них. Да, известное выражение. О том, что мы не боимся этого, по той причине, что все зависит не от этого, непосредственно от того, испытания как самого по себе, а от того, что у человека в сердце. Праведные пройдут его, а грешники споткнутся от него. В любом случае. Поэтому мы видим, что у нас в Торе, в устной Торе, в первую очередь, в Талмуде, есть описание всех видов мошенничества, всех видов, как можно... Как обманывают, как так сделают, как так, это... Естественно, что не для того, чтобы обучить человека, а наоборот, предостеречь. А заодно, чтобы мошенники знали, это мудрецы разбираются во всех тонкостях их профессионального искусства. Зная точно, как они это делают, их точно уже не обманешь. То есть, что мы видим? Мы видим о том, что надо знать и сторону зла, который есть в этом мире. Так как, как тут сказано, ведь в мире нет блага, у которого не было бы врагов. Продолжает Робейн Убаха и говорит. Во всех вопросах, проведенных ранее в этой книге, в которых дурное побуждение пытается посеять у человека сомнение, мы сказали, то ли в вере, то ли в мировоззрении, в случае, когда оно не преуспевает в этом, оно продолжает вести с ним спор посредством доводов и заощренных доказательств, чтобы увести его от истины. Но если человек сумеет увидеть никчемность и слабость подобных доводов, то дурное побуждение не сможет противостоять ему, не сможет увести его от тех истин, справедливости которых он убедился и уснил их себе на основании сказанного ранее в этой части книги. Ну, это мы говорим о том, что все эти испытания веры, мировоззрения, как у людей простых, так и даже у мудрецов Торы, видите, предположим о том, что все эти испытания были пройдены, отбиты. Очень хорошо. Ну, на этом попытки дурного побуждения остановились, прекратились. Ну, с вами много раз говорили о том, что это есть некая реальность, которая испытывает человека до конца его жизни, до секунды момента его смерти. Она только будет искать другой путь. Ну, если не тут, значит, в другом месте. И тогда что? И тогда она вновь будет соблазнять человека и вводить его в заблуждение, говоря следующее. Сейчас мы сейчас познакомимся с вами, с тем, что так, да, воле знакома всем нам. Еще один соблазн. Но это уже соблазн, уже такой более глубокий, искусный. Это не, 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 это скальтов. Речь идет уже о человеке, у которого веры его не сдвинули, в мировоззрение его не пошатнулось. И тогда где будут искать его? Где, 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 где будет трудное побуждение иметь надежду его переиграть? Следующее оно говорит. Я испытываю большую радость за тебя. Теперь он превратился в нашего, из врага превратился в нашего поклонника. Я испытываю большую радость за тебя, за твою твердую веру и за то, что сердце твоего все тела принадлежит Богу. Ах, цадик, праведник. Ведь ты достиг такого ступени праведности, какой не достиг никто другой в твоем поколении. Сразу человек может сказать, о, видите, сколько испытаний прошло, у меня и такое, и такое, я все выдержал, праведник. И ты уже более чем достаточно возблагодарил Творца за доброту и благодеяние его. Но стоит ли теперь тебе исполнить в какой-то мере свой долг также и перед людьми? Все, перед Творцом ты выполнил свой долг. Но вокруг посмотри, есть люди, у тебя долг перед ним тоже есть. Естественно. Мы знаем повеление между человеком и Творцом. И есть повеление между человеком и человеком. Ведь тебе известно, что в них причина и хорошего, и плохого, что постигает тебя, и ясно, что если они будут довольны тобой, тебе это будет во славу. И тогда какой их гнев? И тогда как их гнев в ущерб тебе? То есть и то, и другое. То есть от этого тебя будет польза. И потому старайся ублажать и нравиться им. Как сказали наши мудрецы, и цитирую из Перкоя, вот того, кого любят люди, любят и Всевышний. И вот обратите внимание, это, как ранее уже было сказано, дурное побуждение. Яцера-человек, он всегда найдет основу своим мыслям, со своим этим определением, попытки соблазна самой Торы. И не где-то, а и самой Торы будет цитировать. Не просто так. Видите, прям так и сказано. Ведь мы знаем, это Мишну и Спиркейб. А вот того, кто любят люди, любят и Всевышний. Ну, какой вывод надо сделать? Надо нравиться людям. Не забудь. Испытание одно веры и мировоззрения. Ты прошел. Но ты должен знать о том, что надо нравиться людям. Ну, сейчас мы дальше поймем, к чему все это идет. Из того, как надо это отвергать. Но в целом, надо уже почувствовать, о чем идет речь. Одна из самых больших внутренних душевных сил, которые есть в человеке, это какое-то его подспудное желание нравится другим. Нравится другим. Человек живет в обществе, оно существо социальное. даже при любой встрече, любая, любая, любая встреча, любое слово между людьми, всегда все это сопутствует большим желанием понравиться. Понравиться. Да? это женской стороне, мужской стороне, кому-то больше, кому-то меньше. Человек очень-очень нравится другим. Чему это еще порождает? Его порождает о том, что тогда, что многие деяния, которые он делает, он делает это в угоду именно тому, чтобы понравиться другим людям. И тогда мы начинаем вдруг понимать, секундочку, о чем он говорил в самом начале. Одно дело, когда это по-простому, мы с этим встречаемся просто в быту, в рутине жизни. А другое дело, когда это может случиться в служении Всевышнего. То есть тогда, когда мы на первый взгляд будем большими праведниками. Но на самом деле в исполнении повелений митцвода Всевышнего, оно будет, как по-русски говорят, на публику, чтобы произвести впечатление. Видите, вот, смотрите, мы начали, и теперь начинаем понимать, как это дурное побуждение может привести человека именно к этому неугодному служению, к которому посвящена вся эта глава. То есть не глава, а врата. То есть, сказать, и худыши надо, чтобы это было во имя посвящения наших дел, во имя Всевышнего, что помешает. Вот одна из возможностей центральных, которые есть, желание человека нравится другим, приводит к тому, что его деяние, его поведение, именно даже выполнение, посредине исполнения повелений будет на публику. на показ. На показ. На показ. Что делать? Ну, ответь ему. Что надо ответить? Если придет такой голос, предположим, что он придет, то надо ответить ему таким образом. Что мне пользуя, ублажая того, кто слаб, подобно мне? Секундочку, чтобы понять этот ответ, надо еще чуть больше углубиться в ловушку эту. Почему нам надо, почему нам так хочется нравиться? Надо спросить, почему хочется нравиться? Почему все время какое-то ощущение, я хороший. Верно? Всем угодно. Мы же хорошие. Почему это? Тут есть несколько сторон, не будем все сразу задержать. Есть одна сторона, которая тут важна, которая обсуждается. Если мы нравимся другому человеку, то он становится нашим почитателем. И тогда что? И тогда мы начинаем его рассматривать как средством для чего-то. По-видимому, от него какая-то польза может выгореть. Что-то получим. От него. Я же ему нравился. Другими словами. Теперь, если у него что-то попрошу, то, по-видимому, он согласится. Теперь мы поймем, что стоит за этим, поймем этот ответ. Что надо ответить ему? То есть, когда мы это чувство общее, которое неопределенное, почему так не понимаем, когда мы его перевели, мы его ясно определили, как исходящее из желания получить пользу. Ну, пользу, это уже мы понимаем, что это такое для себя, эгоизм, но получили уже ответ, откуда все это идет. Хотя все это гораздо глубже. Как ему ответить? Что мне пользует, ублажая того, кто слаб, подобно мне? И кто не в состоянии не принести мне пользу и не причинить ущерб? И даже если бы я был к тому обязан, разве смог бы сделать так, чтобы мною были довольны все люди моего поколения? Ведь я не в состоянии сделать это даже для своих домочадцев, тем более для остальных людей. Видите, все очень простое. Но методом рассуждения. На нас, может быть, рассуждения уже не действуют, но это доводы называют, называются аргументы. Это даже самим собой, может быть, надо как-то тоже прокрутить. Приходит к нам это дурное начало и шепчет нам на ухо о том, что смотри, надо нравиться другим, надо то, надо... Производи впечатление, если ты уже решил быть религиозным, смотри, чтобы все видели, что ты по-настоящему религиозно начинаешь, в молитве надо шататься, надо крепко это делать, да, не знаю, там, возносить руки вверх или еще какие-то поведения такое, которое... произведет впечатление на других. Что за этим стоит? По-видимому, какая-то польза. Естественно, что это желание, чтобы меня уважали, это как бы основная база всего этого, но единственное, как мы сказали, к этому пользу, от этого можно прийти. Что ему ответить? Согласно тому, что, казалось бы, корень этой проблемы, там и находится, там, у этой проблемы находится решение. кто этот человек, которому я хочу понравиться? Кто? Тоже человек. Это же я не понравился Богу, человеку понравился. Ну и что он может? Он слаб, подобно мне, и не в состоянии принести мне пользу. Точно так же причинить ущерб. А почему он не может мне принести пользу? Почему не может? Может быть, он да, принесет пользу, может да, принесет ущерб. Сейчас укусит. Вы до этого учили, что на самом деле, кто живет жизнью еврейской, кто живет жизнью веры, он понимает о том, что не может и зайти ни от кого, ни пользы, ни вреда, а только от Всевышнего. А те люди, которыми мы встречаемся, они являются только посланниками этого. Как длинная рука, желание, воля Творца. Ну, так естественно, что он не может мне не причинить ни пользу, и не причинить вред. Человек должен ему нравиться. Должен нравиться Богу. Это один довод. Второй довод. И даже если бы я был к тому обязан, предположим, даже я обязан к этому. Раз и смог бы я сделать так, чтобы мной были довольны все люди моего поколения. Ну, можно всем понравиться. Будете вести сюда, понравитесь этому, эти будут ненавидеть. Понравитесь этим, эти будут нелюбить. Вечно кто-то будет недовольный. Откуда вы это знаете? Простой, называется, эмпирический факт. Я же даже своим домочадцам не могу понравиться всем. Видите? А вы говорите другим людям. Ведь я не в состоянии сделать это даже своих домочадцев, тем более для остальных людей. Не получится. Потому что нравится жене точно не нравится маме. Нравится маме и явно не нравится жене. Понравилось маме и жене, дедушка вмешался. И так далее. Пошло то. Невозможно на всех. Дети снова, как только подросли, тут же начали иметь мнение. Тоже стали высказывать в своем юношеском порыве. Не получается нравиться всем. То есть, сильно вел себя по-религиозному. Родственники тут же сделали замечание, что вот смотри, совсем с ума сошел. Крыша полетела. Невозможно всем понравиться. В принципе, ну невозможно. Так, что же ты меня убеждаешь в этом? То, поехали дальше. И приведенные тобой слова наших мудрецов, относящиеся к обсуждаемому вопросу, не обязывают нас добиваться благорасположения всех людей. Вовсе нет. Смысл их тот же, что и в словах завещания одного мудреца, обращенного к сыну. Теперь послушайте. Мы сейчас прочтем этот текст. Он небольшой. Прочтем его. завещание мудреца своему сыну. Из него мы много-много поймем для нас. Сын мой. Улетворить желание всех людей свыше твоих сил. Вместо этого старайся исполнять желание Творца. И Он сделает тебя желанным людям, как сказано, если угодно, и Господу пути мужа, то и врагов его примирить Он с Ним. А потому, когда мы видим человека, такого, что все от мала до велика, признательны Ему и восхваляют его и желанные для них его дела, то это доказывает, что Бог благословенный поселял любовь, посеял любовь к Нему в их сердцах и даровал Ему доброе имя среди них. А ведь Творец не делает такого для ненавидящих Его. Это великая явная свидетельность, что тот человек желанен Творцу. Но стараться и усердствовать ради того, чтобы люди украли его сослужение Богу, это не в обычах благочестивых. Кто прослушал это внимательно, у него будет сейчас много пищи для размышления о себе, своем поведении, общей жизни. Крайне зависимы от окружения. По-простому это называют «А что люди скажут?» Что люди скажут? Соседи, друзья, сослуживцы. То есть есть у нас как мы одеваемся, как все говорим. Есть люди, которые вот эти у них какие-то есть проблемы. Но эти проблемы уже даже все больше и больше находят названия, ставя их куда-то в разряд каких-то душевных отклонений. А большинство людей, подавляющиеся большинство людей, крайне зависимы от мнения других людей. Что скажут? Как на меня посмотрят? Как меня оценивают? Сколько раз встречаешь людей, которые сказали, смотря по сторонам, как-то впечатление это произвело? На первый взгляд, так как у нас есть митцвод, митцвод, очень важные, такие же, так сказать, по своему значению, которые мы называем повеление между человеком и человеком, которые, как бы, равноценные отношения повеления между человеком и творцом, остается впечатление, особенно из того, как вот в Перке вот сказано о том, что нужно как бы на первый взгляд того, кого любят люди, любят и Всевышний. Ну, значит, на первый взгляд есть прямое повеление искать милость в глазах других людей, нравиться другим людям, точно согласно нашему внутреннему ощущению, что мы и делаем, согласно нашей зависимости от других людей. Говорит, царабейну бахи, ошибка. Это так и не так. Это так и не так. Так, результат. Не так. Путь, который вы выбрали. Вы думаете о том, что то, что нас приведет к милости других людей, это если мы будем заискивать перед ним, искать эту милость в их глазах. Он говорит, нет, 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 это не так. Снова прочтем это. Удовлетворить желание всех людей свыше твоих сил. Вместо этого снова. Мы с этим встречаемся постоянно. Только надо, чтобы тут правильно поняли, в правильной пропорции. В кругу семьи. Муж не должен удовлетворить желание жены, еще как. Жена, мужа, еще как. Родители, детей, детей, родители, в не всяком сомнении. Вы работаете на предпринимателя. Естественно, надо его вотказать. Надо знать и видеть четкую, ясную границу о том, что то, что мы обязаны, как муж по отношению к жене, есть обязанности. Рамбам пишет об этом, откройте. Один, два, три, четыре обязанности. Надо их выполнять. Почему? Вас никто не спрашивает. Это обязанность. Вы приняли и на себя должность какую-то, вам оплачивают ее, ну, значит, согласно договору вы должны точно выполнять, приходить вовремя, работать, не бездельничать. Совершенно другое. Нужно ли при этом то, что называется заискивать? Нужно ли при этом, чтобы душевно ощущение человека все время зависело от того, меня похвалили или меня не похвалили, меня оценили или меня не оценили, обратили внимание на усердие или не обратили внимание на усердие? Каждый из нас встречался с ситуацией, которую еще с детства мы помним. Когда нас посылали куда-то работать, работать, и вот группа людей работает, да, даже два человека это уже группа, обратили внимание о том, что мы готовы работать, но каждый раз поглядываем назад, а как тот работает? То есть, если он не работает, что я буду работать? То есть, если он вообще, так сказать, отлынивает от работы, то моя мотивация к работе тоже, оно не... понимаете, это зависимость, это то, что портит нашу жизнь. Иногда жена может просто выйти из себя, она видит, она работает, муж сидит, читает газету или там, не значит, занимается. Какой-то протест внутренний, правильный. Но это уже проблема мужа, это в нем отдельно, это не, не, а, но, 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 если посмотрим на это внутреннее чувство, то чем оно, оно порождено? Зависимостью. Вы делаете то, что вам нужно делать, в зависимости от того, так сказать, кто-то другой тоже делает, кто-то другой вас оценивает, ну, хотя бы доброе слово скажи. Сколько разрухи вокруг этого есть? Сколько, 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 доходим до разводов? Вся душа человека крутится вокруг этого желания, о том, что, чтоб он, чтоб его видели, чтоб его оценили, чтоб его заметили, чтобы удовлетворить этих желаний. Но надо знать о том, что вот это, всех, всех удовлетворить, другими словами, сказать, всем понравится, свыше твоих сил. Ты не сможешь это сделать, это закон в природе, тебе не получится. Все люди разные, одному ты будешь угождать, а другой из-за этого будет тебя, наоборот, ненавидеть. У тебя не получится. Поэтому, вместо того, чтобы заискивать, вместо того, чтобы все время искать путь для того, чтобы понравиться другим людям, предлагается совершенно другой путь. вместо этого старайся исполнить желание творца. И он сделает тебя желанным людям. Он говорит, а вообще, чтобы вы знали то, что называется мэтият хэн, милость найти в глазах других людей, вызвать симпатию. что вы знали, эта вещь нерациональная, она вообще не связана с порой поведением человека, а это что-то сверхъестественное. Сверхъестественное. Почему-то оно у человека нравится, другим не нравится, 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 да, да. Вот раскрывает это ее метафизическую природу. Оказывается, что это вообще какой-то ключик, который есть там внутри, который только сверху приходит посланник Всевышнего, его ангел и поворачивает нам свитч он-офф, это включил, выключить, выключить. Нравится, не нравится. Всего лишь на все. Путь, какой предлагает, он говорит, послушайте, вы должны знать свое о том, что вы должны делать то, что вам повелел Творец, выполняйте его повеление, как есть, так и выполняйте. А результаты этого не от вас зависит, это не от вас, потому что все равно, что в сердце человека все равно я вам поверну этот ключик. Вы можете быть самым угодным другому человеку, он вас будет ненавидеть за то, что вы пытаетесь ему угодить. А другому человеку наоборот скажет, смотрите, я ему угождал, поэтому он меня любит. А друг говорит, а я ему угождал, он меня за этого ненавидит. Значит, это не зависит от угождения. Поэтому он говорит, и потому, когда мы видим человека такого, что все от мала до велика признательны ему, восхваляют его, желаны для него его дела, то это доказывает, что Бог благословенный посеял любовь к нему в их сердце и дорвал ему добро имя среди них. То есть, мы видим человека, которого все любят. Это неестественно. Нет возможности такой. А если это да, мы видим. То есть, это сам факт. Ну, если это факт, значит, это сверху послали посланников в сердца всех людей вокруг, чтобы его по-настоящему любить и ценить. Это подарок. Даровал ему доброе имя среди них. Презда. Это великое явное свидетельство, что тот человек желание творцу. Но стараться усердствовать ради того, чтобы люди хвалили тебя за служение Богу. О, это не в обычае блажный. Вот это тут проходит эта тонкая граница. Да, мы должны делать угодно на первый взгляд, а с другой не должны. Что мы должны не делать. Мы не должны стараться и усердствовать ради того, чтобы люди хвалили тебя. Сейчас разберем это, чтобы было яснее. И так остерегайся этого и подобно этому борясь с искушениями до дурного побуждения, ибо оно старается увлечь тебя на этом пути, пока не попадешь в ловушку угодничества. угодничества, то есть мы такие слова высокие, какие-то угодничества, а в принципе как это часто случается у нас, особенно на работе, когда в семье, с друзьями. И отвечай ему на его восхваление в твой адрес так, то есть после того, как он предложит тебе все эти ловушки, как можно рационально заранее себя подготовить, чтобы в него не попасть, отвечай ему на его восхваление в твой адрес так, что за польза мне от твоих восхвалений? Что я, мол, знаю свои обязанности перед Богом? Ведь это лишь повод обвинить меня в том, что я не исполняю свои обязанности перед Ним соответственно моим знаниям. И даже если бы я исполнил их соответственно своим знаниям, разве было бы это достаточно благодарностью Творцу за самое малое из благ дарованных им и мне? И что дни моей жизни в сравнении со множеством дней мироздания их всех не хватит, чтобы рассказать о благодеяниях, изливая их им на меня? Но если я забочусь о себе самом, исполняя заповеди, тем не менее, чего я стою? Ведь я все равно не исполняю даже малой доли возложенной меня есть. И если не сейчас, как сказано, делать все это, то когда? Как сказано в Перкеа Вод. то есть, как мы можем выйти из этого? То есть, какую ловушку нам расставил это расставило дурное начало? Он говорит нам, послушай, ведь тот факт, что нужно нравиться другим людям, в принципе, это история. Это история. Видите, как мы сказали, это вот, ведь надо, вот того кого любят люди любите всевышний придет это дурное начало это раздует наше эго и говорит вот смотрите какой ты праведный вот смотрите как ты все устоял вот смотри тебе остается только чуть-чуть еще вот только еще и нравится другим людям еще как можно заранее от всего этого отойти ну вот несколько аргументов мы уже сказали эти люди они такие же как и я и не от них ничего не исходит теперь еще один довод который он приводит чтобы не попасть в эту ловушку он говорить о том что ты восхваляешь меня да я знаю обязанности перед богом да я буду их выполнять верно буду их выполнять и мне пошлют сверхъестественным образом милость других людей очень хорошо но знаешь что на самом деле сколько я бы не исполнял на никогда не смогу дойти до желанного в исполнении этих мисот как вы узнали вы разбирали кто внимательно слушал эта тема была перед этим разобрана очень тщательно ведь 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 тут несколько доводов первый о том что даже если бы я исполнял их соответственно моим знанием ну разве было бы этого достаточно благодарностью и творцу за самое мало и здоровых благ и мне одно того что он подарил мне жизнь то есть это несравнимая вещь ну что я делаю что в конечном итоге мы делаем ну с утром но помолились а нам что-то про млямлили там сказали благословение ну на празднике у нас есть какие-то повеления по из праздников что мы что мы все что предположим что я делаю делаю очень хорошо можно сравнить с тем что творится не творец мне дал что еще и что дни моей жизни что и и что дни моей жизни в сравнении с множеством дней мироздания сколько человек живет свои 70 80 90 лет вечность то есть из всех как я могу оплатить то есть не хватит их всех не хватит чтобы рассказать о благодеяниях изливаемых им на меня даже если буду восхвалять обычного за все но моя жизнь ограничена могу ли я действительно оплатить ему за все и тогда и вот он приводит один за другим аргументы которые позволяют нам найти что называется свое место в служении всевышнему даже если мы полностью все выполняем как положено и это позволит нам не попасться вы ловушку этого соблазна ну на первый взгляд то а ну давайте подведем маленький итог потому что мы тут видите нам расставили эту эту западню и мы будем стараться туда не попасть в чем она состоит она состоит в том она использует внутреннее желание человека очень сильно очень сильно нравится другим людям нравится другим людям что приведет к тому что служение всевышнему это дурное начало перенаправить вот вместо того чтобы это было во имя всевышнего на вот для того чтобы произвести впечатление на других людей это одно из самых как мы как мы разбирали очень больших прегрешений то есть это хуже чем 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 и два поклонства даже ну предположим что мы выиграли этот бой предположим и что мы тут видите все эти аргументы мы взяли в качестве оружия заранее подготовились и когда услышали этот голос который нас начал нахваливать и мы отбили это закончилось на этом испытание вовсе нет начинается всего лишь на все другой круг испытаний другой круг соблазна когда дурное побуждение потеряет надежду соблазнить тебя приведенными выше рассуждениями она попытается использовать для этой цели любовь которые люди обычно питают похвалами доброму имени в этом мире она скажет тебе перчатка сосредоточен называется более точечная сказать в одну точку похвала комплимент доброе слово что он тебе скажет я радуюсь твоему служению богу тому как ты полагаешься на него и делаешь в имя его все свои дела и тому что ты загнал из сердца своего все мысли о пользе которую могут принести тебя люди и поверишь что она может исходить от одного только творца и ты полагаешься на бога искренне от всего сердца то есть что мы видим если мы выиграли что делает это дурное начало она использует наш выигрыш в качестве питье он в качестве приманки не видишь какой-то хороший вещь ты преуспел это вещь преуспел и вы преуспел верно или человека преуспел молодей я преуспел преуспел раз иди сюда иди сюда сюда а что там его ждет сейчас вот новая 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 западня который он голос я царанит окано он всегда дружественный такой наоборот ведь надо словно хваливать и что тогда но неразумно продолжено вам так но неразумно со своей стороны скрывать от людей ту высоту которая ты обрел благочесть смотри какой ты праве саде что ты скрываешься что-то скрываешь люди должны знать какой ты для тебя было бы правильным поскольку ты овладел собой и преодолел свои вожделения представить взору людей свои дела раскрыть перед ними свое сердце надо их обучать надо их подсказывать люди увидят кто ты узнай твое имя тогда ты получишь от них почести в этом мире удостоишься доброй памяти и доброго имени среди них как сказано снова видите все цитата не просто так западня все же кошерное сто процентов винит сейчас цитата из пророка и шаял и дамя им в доме моем и в стенах моих память имя лучше чем та память которую хранят о человеке сыновей дочери видите вот ведь надо имя вот что просто так уйдешь из мира и все и что память о тебе не сохранится и не будет названы улицы твоим имени и что не будет что-то в я знаю так сказать это в библиотеке какой-то тоже сохранится тебе какие-то какие-то воспоминания кто-то держит это внутри надо показать людям произвести впечатление получишь уважение пусть люди учатся о видео теперь 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 объясняет как это с какой стороны это 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 как сколько это раз советов как это человека убедить ведь это очень убедительно но смотри если вы вот это ты все делаешь скрыто да вот и скрытый правильник не хорошо люди же должны у тебя учиться у кого-то ну кого же не будут учиться если ты будешь скрытый кого же не буду учиться ведь пусть люди учатся на делах твоих и получишь за этот награду более того ведь это так сказать повлиял на другие теперь все остальные будут еще выучили у тебя также будет себя вести естественно будет награды так не скрывай из дел своих ничего кроме того что невозможно открыть и показать людям и будет у тебя почет и доброе имя в этом мире и доброе воздаяние и в мире грядущем ну скажите кто бы может устоять против это то есть после того как дошел до такого уровня действительно праведности тогда придется рара и говорит ему что нужно чуть-чуть надо быть не таким скромным надо же влиять на других людей надо показать пример кто-то должен быть хорошим это мир ну кто устоит от этого надо подготовиться и тут говорит оба и нубах я заранее подготовьте отвечая ему на это так чем будут мне полезны восхваление людей доброе имя которое у меня будет среди них когда я знаю что недостаточно делают сравнению с тем что обязан дело для творца благословенную и какие благи принесут и какие блага принесут мне их почести если сами люди не в состоянии не принести мне пользу не принести вред и разве не подобно они в этом отношении растениям животным элемент и лишенным дара речи тот же аргумент который был и раньше ведь у них не помню не изменился действительно снова что не заставляешь нравится другим людям искать почести в них искать и похвалу склад доброе слово комплимент для чего ты хочешь это делать чтобы я какая-то польза не от них людей от них не от этих вас коли восхвалений это доброго имени конечном итоге если все от бога что это мне даст совершенно лишнее простая мысль снова надо решить есть нету есть но тогда до конца если есть значит все от него поэтому ну хорошо так я кому-то нравлюсь но что все равно то что мне нужно я же не от него получил от все вышли ну так что это мне это дает снова нравится что ты мне снова эту западню ведешь который ну уже об этом уже говорили но тут интересное продолжение есть вот это очень важно к тому же еще может случиться что если я буду руководствоваться в моих делах принципе которые ты предлагаешь то из этого не выйдет ничего чего мне бы хотелось люди подумают что я заискиваю перед ними и я не буду выглядеть в глазах красиво сделай с мерзкими достойным осуждения либо внесу порчу свои дела исполняя их не ради одного только бога и не удастся мне получить от людей того что мне хотелось бы получить в этом мире это называется раскрыть скрытый замысел что-то всем этим кроется ведь куда хочешь заманить я царю куда он хочет кроме себя искать сна цель погубить человека чтобы он не достоился ни этого мира не грядущего мир он говорит смотри ты праведник как я вообще праведнику могу подойти правильный такой первую вера крепкая правильное мировоззрение не подступиться ну наверно давайте я сначала буду нахваливать молодец хороший правильный посмотри надо быть примером для других надо себя раскрыть надо другим людям надо надо стараться 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 произвести на них должное впечатление ответ который мы должны дать ему и что он хочет с этим добиться он хочет добиться то что тут сказано смотри как только мы начинаем стараться в своих деяниях именно проявить это это желание нравится то есть люди большинство людей чувствительны к этому и как они это поймут поймут это как некое заискивание и тогда что вместо того чтобы хотел как бы найти их не предрасположение милость в их не глазах что я найду в этом для всего лишь на все наоборот осуждение и как тут сказано я не буду выглядеть в глаза красиво сделаю с мерзким и достойным осуждением приводит вам пример рассказывают об одном из царей еврейских царей которого спросили после того как читали перед ним тору понравился ли ему честец у которого такой красивый голос и который так хорошо знает правильное интонации чтения он ответил как же он мог мне понравится если он читает тору стремляя лишь понравится мне обрести у меня милость но если бы все его стремление было в том чтобы исполнить волю творца то его чтение было бы для меня услады ой какой пример и как можно много выучить из него она все остальное вот например о чем тут идет речь то же самое деяние можно двумя способами произвести человек молиться можно молиться для того чтобы молиться так чтобы окружающая среда впечатлилась принципе все точно такой же но только человек так молится потому что он действительно хочет быть я знаю ближе ближе к всевышнему два разных результатов совершенно в принципе все внешне такой же слышите внешне все такой снова все видите вся книга называется заповеди сердца зависит от сердца что есть человек вот это маленькая маленькая вот это для того чтобы вот понравится переворачивает весь плюс на минус все разрушает все 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 нечто подобное следует сказать обо всех кто ведет общественную молитву и читает вообще не новые пьют им поэтические молитвы стремясь при этом произвести впечатление на людей а не найти милость у бога а ведь творец был славян и не приемлет этого твоего его 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 что сказать снова может быть женская сторона менее сталкивается с этим но все мужчины ходят синагоги знают интересное явление время от времени посланник молитвой он начинает быть хазан хазан такой как бы более более знаю поэтическими поэтической форме автор сказать пропивать молитву в более красивой форме ведь умеете умеете петь страна нараспев нараспев с хороший голос красиво естественно что молитва она занимает гораздо больше времени очень интересно что чувствует при этом сам посланник то есть это сам 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 хазан кто-то ведет молитву интересно что они умеют люди человек думает этот что я вот видите у меня такой красивый голос наверняка все наслаждаются моим голосом наверняка моя молитва радость всем смотрите как я хорошо впечатление произвожу на на все а люди там за его спиной все говорят когда он уже закончил смотри как растянул молитву и вообще не все обладают из на музыкальным слухом для всех это а есть большая разница как часто бывает что человек думает что он производит впечатление большое окружающая среда смеется над этим единственный кто то не замечает сам человек вот он пример то есть снова а как выход из всего этого а как заслужить как заслужить действительно и милость в глазах людей как это можно сделать он дает простой совет и это совет всем нам никогда в своей жизни ни перед кем не заискивать уже не быть совершенно независимой личностью тема сама по себе тут тут ее корни изначально есть понятие называется леваду сам один сказано про кого вину наша братца якова что то самое событие сзади которой было его имя изменено на исраэль а мы все как бы посланник потомки исраэль мы не называемся на яков называется бы на исраэль сыновья исраэль и это его возможность быть леваду один это отдельно это отдельная история отдельно говорить об этом быть одному быть и как один как сам творец который один так и человек должен быть один он должен быть независим во всем и это настолько настолько касается всех нас это чуть ли не самый центральный момент нашей жизни и религиозной жизни для нас болей чувак первую очередь мы пришли из мира показухи мы пришли из этого мира внешнего мира из мира где очень важно произвести впечатление на других людей практически все разговоры всякие разные истории которые другу рассказывают бессмысленные которые со мной так произошло так прошло мы хотим все время произвести впечатление друг и людей можно сказать просто пообщаться ну что кроется за этим общение что-нибудь внутри его ты сама так произошло так бросил показуха я в этом преуспел том преуспел это сама такая история история то люди рассказы рассказы мы пришли из этого мир нам очень очень тяжело и войти в мир настоящий настоящий мир торы еврейской жизни в которой надо все выполнять вне зависимости от того кто на тебя посмотрел похвалил тебя не похвалил заметил твою религиозность твою не заметил независимости от того как другие люди ведут себя у нас же так а вот смотрите я его раскусил вот это вот вот это я видел ну и чтоб ну а почему-то одно к другому есть бог да есть то есть повеление есть повеление но причем сказать но это его считаться бог что ты вмешиваясь в чем-то влияет на тебя почему ты зависимый почему ты не сам почему у тебя нет этого корня быть одному почему ты не умеешь мыть посуду без того что обращать внимание если другие моют или не моют убирать дом работать на работе вне зависимости как то есть сотрудники работают великое качество надо знать что правильно это выяснить что правильно надо знать что что в чем в чем в чем воля творца в этом в этом чем вы сейчас занимаетесь и вы совершенно независимы хвалят не хвалят обратили внимание обратили внимание другие это делают или не делают кто-то испортил это кто-то не испортил это дело большинство проблем которые есть у болея чува на каком-то этапе это называется после очарования пришло большое разочарование вдруг они увидели о том что а а я досмотрите вот эти религиозные они так они все а я думал что это не так а вот я встретила я вот посмотрела я увидела пиццу раскусили ну и что ну раскусили предположим что вы действительно увидите ли увидели недостойное поведение и религиозных представителей религии и что дальше что дальше на того что учительница по математике неряшливо один плюс один уже не равно 2 где 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 ваш стержень где где вы сами все время зависимы от чего-то это основная проблема которая так не должно быть рассказывать об одном благочестивым человек который пришел на рынок на кузы за какой-то вещью и зашел в лавку одного торговца чтобы купить ее сказал торговец его соседу а уступил ему в цене и исполни на лучшем образом его пожелание ибо он человек богобоязненный знаток торы надо уважать человек который сказал торговцу тот правильный он оказался действительно правильный я не нуждаюсь в их уступках я пришел купить вещь за свои деньги они свою тору он отказался купить вещи этого торговца и пошел искать ее у кого-то другого который не знал бы его что же касается упомянута к тобой этим злым побуждением выше слов писания и сделал я тебе имя великое то речь идет о том что творец дает иногда своим рабам тот что является предметом возделения людей в этом мире богатство и почет тогда когда мудрость его обязывает сделать это как было сошлом о царем соломоном который просил у бога что все это знает только мудрость а что он получил и богатство и славу ведь после того как мы так все так красиво говорили их все сказать человек может сказать ну действительно но в торы же все таки же есть обещание что мы будем жить в в почести и мы будем жить в достатке что эти за обещание что кроется за этим вот неправильно поняли не связано это с самим собой работа чем это связано это с тем что есть действительно случай когда по определенным причинам человеку полагается и почесть и богатство принципе это две вещи которые человек хочет знаете что ничего другого нету в мире кроме этого человеку хочет деньги все хотят быть богатыми кроме здоровыми дата это точнее здоровыми хотят только больные а почему таки мы молодые здоровы поэтому у них голове только деньги а чуть подрастут почесть все очень просто запомнишь вообще деньги за деньги можно все купить почесть невозможно купить за деньги поэтому нужно и деньги и почесть это отдельный все хотят мы уважаем и ценили а все остальное деньги все удовольствием все телесное удовольствие все 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 комфорт все все деньги деньги значит и тем ни менее как у царя соломона царь соломон хотел только мудрость но так как его роли которые он исполнял ему нужно было и получить и богатство и почет он их получил получил заслуга того что он хотел только мудрость тоже сам рассказывают про рабью доноси рабью наноси тот который записал нам устную тору то есть он записал тоже называется мишну о нем говорит что не было человека более богатого чем пол и почетного чему и действительно это требовалось для его роли для того чтобы все его приняли для того чтобы его постановление было установлено один раз и для всех чтобы все как один без исключения приняли то что рабью наноси установил то есть нет иногда требуется непосредственно что-то для этого но люди благочестивые благочестивые не должны в делах свои стремится к таким вещам то есть мы никогда не будем стремиться к почету и никогда не будем стремиться к богатству а это называется тофа отливай это это побочное явление наше служение мы должны делать свое дело служить всевышнего если к вовочный эффект необходимо будет нам согласно этому служению выдать и богатство и почет мы их получим не полагается не получим это целая тема собачка сама по себе и что вообще есть этот мир даже если распространится слава во мне в нем повсюду и многочисленные дни мои даже если имя моё станет в нем известно ну станет известно ну и что тем более что слава моя не выйдет за пределы небольшой части на зеленого мира даже когда возвеличится и спространится прибудет же лишь немалое время и забудется это жалко пропустить ставим на следующий раз это очень-очень-очень существенный аргумент как люди хотят прославиться как они желают посмотрите люди вокруг себя чего не хотят даже хотят просто кого-то убить только чтобы его имя было напечатано на несколько дней в газетах и о нем говорить всего лишь до такой степени ничего не понимая насколько это временно вот пришел ушел тебя забудет забудет тебя вот сегодня ты в заголовках завтра другой заголовка сегодня тебя знают завтра вообще тебя не знают придите на кладбище посмотрите на название этих людей кто-то помнит кто-то и знает а ведь они жили мечтали думали вот меня все уважают поскольку все это так тут рождать себя ради обретения имени и направляют на это свое внимание было бы с моей стороны очевидной глупостью и жестокой ошибкой рассказывать об одном благочестливым и благочестивым человеке который спросил у своего товарища дошел ли ты до того чтобы уже не чувствовать различия тот переспросил различия между чем и чем ответил ему к этому надо вывернуться еще раз еще раз между похвалой и осуждением это просто это высший пилотаж товарищ ответил я не дошел сказал мысли ты еще не дошел то постарайся сделать это быть может достигнешь этой ступени ибо она наивысшая всех ступени благочестия и цель воспитания благороднейший качеств души где вершина находится хотя бы знать ее надо мы далеки от этого как далеки нет различия между похвалой и осуждением ну вдумайтесь это нет различия нас кто-то похвалил на что-то осудил критика выше уровень когда нет разницы между ними мы зависимы от похвалы мы зависимы невероятно он критики критика нас в яму похвалов мы сами не существуем вы понимаете у нас нет самооценки мы все время зависимы от чего всего доброго привет друзья лима продолжим дальше